МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запись детей в первые классы отметилась очередями и ажиотажем среди родителей. Есть ли повод для беспокойства и какая школа лучшая? В том числе и об этом сегодня в итогах недели. Я Вера Рыжкович. Здравствуйте. Смотрите в программе. Конкуренция за парту. В Иркутске начался прием в начальные классы. Зачисляют по новым правилам. Нужно идти в школу по месту жительства. Это самая ближайшая от нашего дома школа. Важно, что уже старший ребенок здесь учится во втором классе. Ему очень нравится. Выезжать и выходить опасно. В регионе тает лед. Восемь машин уже провалились. Рыбаки пока продолжают испытывать лед на прочность. Не можем их насильно выпроваживать со льда. Собирают грузовиками. Главный символ вербного воскресенья на расхват. Какие потери несет природа? Днем и ночью, и не только по праздникам, мемориал «Вечный огонь» в Усолье будет работать бесперебойно. Люди активно к этому отнеслись. Все поняли, что это действительно нужно, и не только к праздникам. Что это должно быть постоянно. Яблоко здоровья. Ученые в Иркутске выводят сорт яблок, которые будут поднимать иммунитет. В лабораторных условиях на фитотронах современных мы можем смоделировать любые условия, которые регулярно повторяются в нашем регионе. Знак рисует вся страна. Госавтоинспекция предложила россиянам поучаствовать в разработке нового дорожного знака, который будет предупреждать о видеонаблюдении на дороге. Какие эскизы предложил Иркутск? Об этом расскажем в итогах недели. Вместо работы в школу. Родители будущих первоклассников на этой неделе атаковали учебные заведения. В Иркутске начался прием в начальные классы. Зачисляют по новым правилам, по территориальному признаку. Ребенок должен идти в ту школу, возле которой живет. Иркутские мамы и папы немедленно принялись искать из правила исключения. Подробнее об этом Екатерина Бурван. У Дмитрия Лисковского сегодня удачный день. Он сумел записать сына первоклассника именно в ту школу, в которую хотел. Во-первых, не поленился, а заскочил подать документы в обеденный перерыв. И стал 46-м. Лимит для первоклассников здесь всего 50 человек. Во-вторых, у Дмитрия здесь по прописке во втором классе учится старший ребенок. Поэтому папе пошли навстречу. Это самая ближайшая от нашего дома школа. Важно, что уже старший ребенок здесь учится во втором классе. Ему очень нравится. Нравятся и педагоги, и отношения. Соответственно, мы и хотели сюда и среднего ребенка зачислить. Ну и, наверное, когда маленький подрастет, потому что сейчас 7 месяцев, то тоже будет ходить в эту школу. По словам директора, школа номер один Любовь Багмат отбоя от родителей нет. Узнавать об условиях приема начали еще на прошлой неделе. С 8 утра в кабинет выстроились очереди. Директор почти уверена, что к концу дня оба первых класса будут заполнены. Я уже запомнила этих мальчиков. Что нынче отрадно, это то, что молодые, очень много молодых родителей. Дочь Дениса Лапина пока в числе запасных. По новым правилам в школу теперь принимают по прописке. Лапины живут в Свердловском районе, но ходить в местные школы неудобно. Там две оживленные дороги. Папа работает в центре и хотел бы, чтобы дочка училась поблизости. Мы сейчас запишем заявление, соберем документы по месту жительства, месту работы. Ну и подадим без каких-то особо гарантий. Выбрали школу, потому что призеры областные. Ну и немаловажно, что есть продленка близко к работе, поэтому обратились сюда. Эта школа одна из немногих в центре, где есть группа продленного дня. Именно поэтому среди родителей она пользуется бешеным спросом. Они могут быть уверены, что с 12 до 6 ребенка два раза покормят, сделают уроки, да еще и погуляют. По санитарным нормам в классе должно быть не больше 25 человек. Первоклассников из других районов могут записать, только если среди местных будет недобор. В департаменте образования призывают родителей будущих школьников не волноваться. Без места точно не останутся. А уж чересчур спокойным напоминают. Скоро в школу. У нас имеются и такие. Уже 3-5 сентября мама с папой только вспомнили, что ребенку нужно было бы пойти в первый класс. Ну не нужно сидеть в очередях, не нужно, конечно, как-то думать, что кому-то не достанется школа. Мы, конечно, запишем всех детей того возраста, которые подлежат записи в школу. В этом году первоклассников в Иркутске стало на тысячу больше, сообщают в департаменте образования. В 2012-м в школу пойдет больше 8 тысяч малышей. Свои двери для них откроют 67 учебных заведений. Екатерина Бурван, Александр Мокин. Новости сейчас. Итоги недели. Среди тех, кому до школы еще нужно дорасти, тоже очередь в детский сад. В Иркутске для решения сложного вопроса возводят модульные дошкольные учреждения. Одно из них в предместе рабочий рассчитано на 110 мест. Строительство обошлось 83 миллиона рублей. Здание возведено в рекордно короткие сроки – полгода вместо отвезенных 9 месяцев. Строители учли и социальную важность объекта. Свою роль сыграл и выбор материала. Бетонный блок заменяет 10 кирпичей. В здании площадью 800 квадратных метров будут музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок, прачечная. Сразу на входе система климат-контроль. Мы регулируем, выставляем температуру 24 градуса и вентиляция будет поддерживать. Сдать объект заказчику подрядчик планирует в апреле. Летом в детский сад на Писарево придут первые воспитанники. Строительство еще одного подобного детского сада сейчас идет в микрорайоне Новоленина. Его также сдадут в этом году. Тем временем в Иркутске увеличилась плата за детский сад с 900 до 1330 рублей в месяц в группах с 12-часовым пребыванием и до 1338 рублей в месяц в круглосуточных детских садах. Как пояснили в городской администрации, повышение стоимости посещения дошкольных учреждений позволит улучшить питание детей. В меню станет больше мясных блюд, увеличится размер порции. Повышение платы за детский сад в мэрии объясняет ростом тарифов на электроэнергию и связь, а также увеличением расходов на содержание помещений. В Иркутске родители оплачивают 20% от стоимости содержания детей в дошкольных учреждениях. 80% затрат несет городской бюджет. Все новшества в образовании на этой неделе обсуждались в Иркутске на специализированном форуме образования при Ангаре. В его программе более сотни мероприятий, среди них заседание Совета Министерства образования и науки России, где обсуждались новые федеральные образовательные стандарты. Также в рамках форума работала выставка достижения системы образования Иркутской области. Региональное министерство образования представило публичный доклад по итогам своей деятельности за прошлый год. Более подробно о ходе форума, записи детей в первые классы и о новых стандартах мы поговорим сегодня с гостем в студии. А сейчас коротко напомним о некоторых событиях рабочей пятидневки. В России началась весенняя призывная кампания. Впервые молодым людям на призывных пунктах выдадут банковские карты, на которые будет ежемесячно перечисляться денежное довольствие в размере 2000 рублей. В выставочном центре имени Виталия Роголя открылась экспозиция под названием «Творческий апрель». Представлены работы участников непрофессиональных творческих объединений Иркутска. Экспонаты выполнены в разных техниках – батик, тесто, пластика, выжигание, резьба по дереву, вышивание крестиком, бисероплетение. Стартовала саночистка. В этом году на масштабную уборку в бюджете Иркутска предусмотрено в три раза больше средств, чем в прошлом. На городском полигоне уже выделена дополнительная площадь под 40 тысяч тонн мусора, который вывезут во время городского субботника. Он состоится 21 апреля. В Иркутске завершилась благотворительная акция, инициированная сотрудниками службы милосердия Красного Креста. Собирались пожертвования для детей из детских домов. На вырученные средства волонтеры купили витамины и средства гигиены для Иркутского дома ребенка номер один. Танцоры коллектива «Конопушки» вернулись из Франции, где выступали на международном фестивале детского и юношеского творчества «Париж, я люблю тебя». Результат иркутских «Конопушек» – четыре первых места и одно второе в разных номинациях и возрастных группах. А сейчас об опасном периоде, который уже не просто начался, а, можно сказать, в самом разгаре. Лед тает. Восемь автомобилей ушли под воду на Байкалье. Это только за последние дни. Прочность ледового покрытия испытывают и продолжают испытывать и на колесах, и пешком. Особая группа риска – любители подледного лова. С ними даже пришлось беседовать с сотрудниками МЧС. Далее репортаж нашей программы. Окунь, сорога, лещ, общий вес улова – около килограмма. Борис Хороших не зря провел время. Погода прекрасная, но Борис Степанович рыбак заядлый. Сидеть у лунки готов в любую погоду. Тем более, что и палатка, и горелка при нем. То, что лед весенний, непрочный, его не смущает. Кстати, Борису Степановичу уже приходилось проваливаться несколько лет назад, в начале мая. Хобби, досуг проводим. Удовольствие с одной стороны, с другой стороны – котенку, пропитание. Сейчас лед еще, по крайней мере, крепкий, человека выдержит. Машину, конечно, не выдержит. Так, числа до 20-го можно спокойно рыбачить. Кому досуг, а кому круглосуточные будни. Весной, каждый выходные, вместо того, чтобы отдыхать, Василий Власенко и весь остальной личный состав МЧС выходит на работу – проводить профилактическую беседу с рыбаками. Пока это все, что МЧСники для рыбаков сейчас могут сделать. Не можем их насильно выпроваживать со льда, потому что у каждого, ну, это по закону гражданина, мы единственное, что только предъявляем им памятки вот эти. А как действовать и как себя вести на льду – это уже прориогатива самих рыбаков. Тем временем, с начала года в районе Малого моря утонули 4 человека. Минувшие выходные руководство ведомства называет жаркими в прямом и переносном смысле. На Байкале под лёд ушло 6 автомобилей. Утром на заливе Шида провалился ещё один автомобиль. Люди просто въезжали в поле открытой воды. То есть, не просто в чистую воду въезжали, успевали покинуть автомобиль, потому что он медленно тонул. И таким образом обошлось у нас безжасно. Тем не менее, 6 автомобилей частично или полностью затонули только в субботу. Самые опасные места на Байкале – Ольхонские ворота и всё Малое море. Не менее хрупкий лёд и на Иркутском водохранилище. Но на так называемые квадраты и тёплые озёра за Старой Кузьмихой ежедневно выходят около сотни рыбаков. И таблички с надписью «Опасно» и даже вид этой опасности никого не смущает. Евгения Власюк, Екатерина Бурван, Александр Мокин. Новости сейчас. Итоги недели. От ледовых дорог к асфальтовым. В середине апреля в Иркутске начнут обновлять дорожную разметку. В центре города работы планируют закончить ко Дню Победы. Вся краска, которая используется, светоотражающая. Для нанесения разметки применяется также пластик. Причём с каждым годом всё активнее. Практически все пешеходные переходы, их в городе более 500, обозначены пластиковой разметкой. Одновременно для повышения безопасности движения активно внедряется и система видеонаблюдения. Госавтоинспекция даже предложила россиянам поучаствовать в разработке нового дорожного знака. Он будет предупреждать автомобилистов о том, что на дороге за ними следят. Один из проектов был сделан в Иркутске. С его автором встретилась наш корреспондент Анастасия Зверькова. Перед дизайнером Александры Мартыновой стоит необычная задача. Ей нужно разработать дизайн дорожного знака. Такое беспрецедентное предложение россиянам сделали сотрудники ГИБДД. Задача знака – оповестить водителя о том, что на дороге ведётся видеофиксация. В своих работах от привычных пиктограмм Александра решила отойти. Вместо принятой во всём мире надписи «Радар» – широко раскрытый глаз. Есть и более смелые варианты. Например, знак оранжевого и жёлтого цветов с надписью «Мы вас видим». Все знаки, мне кажется, голубые приелись. И красный знак вызывает опасность, агрессию, ограничение. А оранжевый всё-таки не такой агрессивный, мне кажется. Всего иркутянка создала семь эскизов. Лучшее отправила на почту ГИБДД России. Также должен поступить каждый, кто собирается принять участие в конкурсе. Кстати, на сайте дорожной полиции уже представлены 13 вариантов. Сотрудник Иркутской ГИБДД Алексей Торбиев считает, что такой совместный проект водителей и стражей порядка взаимовыгоден. С помощью этого знака, я думаю, водители будут предупреждены о том, что на данном участке нарушать не следует правила дорожного движения. Тем самым будут снижать скорость и предотвращать дорожно-транспортные происшествия. В Иркутске потребуется установить 15 таких знаков. Именно столько площадок для камер видеонаблюдения существует в городе. Их месторасположение автомобилисты знают на пересчёт. Улицы Старокузмехинская, Ширямова, Ленина, Байкальская, Сурнова, Лермонтова и Гоголя. А также три моста. Академический, Глазковский и Иннокентьевский. Правда, не каждому известно, что на 15 ящиков приходится всего 4 камеры видеонаблюдения. Их инспекторы ГИБДД перемещают с одного места на другое, в зависимости от того, на каком участке фиксируется наибольшее число дорожно-транспортных происшествий. По словам инспекторов ГИБДД, с появлением новых знаков все ящики, предназначенные для камер, будут заполнены. А пока жители страны могут участвовать в голосовании на лучший эскиз дорожного знака. Выразить своё мнение можно на сайте www.gibdd.ru. Анастасия Зверкова, Николай Крупченко. Новости сейчас. Итоги недели. К работе над новым дорожным знаком в пору подключиться и жителям Улан-Удэ в этом городе тоже установили первые видеорегистраторы для контроля за соблюдением водителями скоростного режима. Подробнее рассказать об этом готов наш коллега-корреспондент телекомпании ТВКО. Здравствуйте, Булат. Расскажите, как организована работа видеорегистраторов в вашем городе. Да, Вера, здравствуйте. Следить за порядком на дорогах Улан-До теперь обязаны автовидеорегистраторы. Хотя в столице Бурятия не появились совсем недавно, но уже успели себя зарекомендовать. Так называемое письмо счастья – это штрафные квитанции за нарушение правил дорожного движения – получило уже более 250 водителей Улан-Удэ. Всего в Улан-Удэ установлено 4 стационарных автовидеорегистратора, но есть еще 7 передвижных. Так что будьте внимательнее, выезжая на дорогу, и соблюдайте правила дорожного движения. Вера. Спасибо, коллега. Напомню, с нами на связи был Булат Сиденишеев из Улан-Удэ. А далее в программе беседа с гостем в студии. Сегодня это министр образования Иркутской области Виктор Басюк. Беседа начнется совсем скоро, а пока о том, что еще вы увидите в нашей программе. Днем и ночью, и не только по праздникам, мемориал «Вечный огонь» в Уссолье будет работать бесперебойно. Люди активно к этому отнеслись. Все поняли, что это действительно нужно, и не только к праздникам. Что это должно быть постоянно. Яблоко здоровья. Ученые в Иркутске выводят сорт яблок, которые будут поднимать иммунитет. В лабораторных условиях на фитотронах современных мы можем смоделировать любые условия, которые регулярно повторяются в нашем регионе. Собирают грузовиками главный символ вербного воскресенья на расхват. Какие потери несет природа? Об этом сегодня в нашей программе. Итак, гость нашей студии сегодня министр образования Иркутской области Виктор Басюк. Здравствуйте, Виктор Стефанович. Добрый день. На этой неделе прошло такое достаточно важное событие – образовательный форум в Иркутске. Чем он отличался от образовательных форумов прошлых лет? Надо сказать, что ежегодно образовательный форум набирает свои обороты в рамках межрегионального сотрудничества. И уже традиционный координационный совет Сибирского соглашения в этом году соседствовал еще с одним координационным советом, которое проводило Министерство образования и науки Российской Федерации. И посвящен он был введению федеральных государственных образовательных стандартов средней ступени. И практически представители всех регионов съехались в Иркутск для того, чтобы пообсуждать, как сегодня уже начинается работа по введению нового стандарта в средней ступени нашей школы. Кроме того, в рамках форума прошли также заседания областного студенческого совета и конференция молодых педагогов, на которую были приглашены молодые учителя из Бурятии, Забайкальского края. Вообще очень насыщенная была неделя, очень большое количество мероприятий. И через павильоны Сибахспоцентра, где была развернута выставка-ярмарка, прошло более 6 тысяч человек. Виктор Стефанович, вот федеральные образовательные стандарты теперь уже в средней ступени, о них шла речь. Очень часто родители беспокоятся о том, что какие-то предметы будут сокращены, так скажем, в государственном стандарте, и потом за это придется доплачивать. Вот что-то подобное предполагает этот федеральный образовательный стандарт? В экспериментальном режиме сегодня нет, не идет вообще речи о том, что будут сокращены какие-то предметы. Мы оставляем всю ту же основу нового стандарта, что помимо знаний ребенок должен еще и обладать определенными навыками, которые помогут эти знания применять. То есть это основная цель стандарта. В Иркутске были основные идеологи стандарта. Выступая перед учителями, проговорили о том, что не будет сокращения учебных предметов и, соответственно, платности учебных предметов. Поэтому в этом случае мне хочется родителей успокоить. Вот образовательный форум, который прошел, он показал, наша школа меняется. Да, несомненно. Этому, наверное, способствует не только введение федерального образовательного стандарта, но и та политика, которую сегодня правительство Иркутской области во главе с губернатором Дмитрием Федоровичем Мельцем проводит в отношении системы образования. Вы знаете, очень много подходило педагогов и говорили спасибо. В основном это, конечно, за то повышение заработной платы, которое произошло, за то оборудование, которое сегодня пришло в школы. Вот прямо горящие глаза учителей, которые говорят, хочется работать. В сельские школы мы поставляем лингофонные кабинеты, компьютерные классы, медиатические кабинеты для учителей начальной школы. Учителя радуются, как дети. И, конечно же, за ту поддержку, за ту систему грантовой поддержки, которая по инициативе губернатора сегодня существует в регионе и из года в год развивается. Сегодня уже грантовая поддержка охвачена и работники дошкольных образовательных учреждений, и технические работники образовательных учреждений. Это все, конечно, не остается незамеченным, и коллеги очень благодарят за это. Виктор Стефанович, сегодня еще такой очень ответственный период. Родители записывают детей в первые классы, и, так скажем, спрос какой-то приобретает характер ажиотажного. Вот вы, как министр, так сказать, владеющий всей ситуацией, что бы могли сказать родителям по этому поводу? Я хочу сказать о том, что я думаю, что это в большей степени надуманный вот такой ажиотаж. И, к сожалению, есть случаи, когда этот ажиотаж создают искусственно сами образовательные учреждения. Да, действительно, количество первоклассников в этом году вырастет, и мы надеемся, что мы перейдем планку 30 тысяч. Но это не то количество, так сказать, которое позволит нам сегодня занять все места в образовательных учреждениях, и кто-то из детей не попадет. Потому что буквально 5-10 лет назад в тех же образовательных учреждениях, которые сегодня работают, училось гораздо большее количество детей. Но при этом мы понимаем о том, что сегодня изменились условия, и, конечно же, родители хотят, чтобы их дети обучались в более, так сказать, конкурентоспособных школах. Но при этом, вот когда ко мне обращаются с просьбой посоветовать какую-то школу, я всегда говорю родителям, уважаемые родители, выбирайте не школу, а учителя. Сегодня в каждой школе есть прекрасный профессионал-учитель. Но выбирая учителя, мы должны понимать еще и о том, так сказать, каков ребенок. Потому что есть дети, которым нужен строгий учитель, есть дети, которым нужен мягкий учитель. Вот учитывая особенности своего ребенка, родители должны подходить к выбору и школы, и учителя, у которого он будет учиться. — Виктор Стефанович, а вот как-то взаимосвязано количество первоклассников и финансирование школ? — Несомненно, потому что уже шестой год в регионе существует система нормативно-подушевого финансирования, когда деньги идут за учеником. И финансирование школы зависит от количества его учеников. Но это, конечно, не касается, допустим, малокомплектных сельских школ. В городских школах это зависит напрямую, и поэтому сегодня школа старается, чтобы количество выпускников было максимальным, но при этом соблюдение всех тех норм и требований САНПИНА, которые существуют. — В продолжении хотелось бы затронуть тему учеников старших классов. У нас дефицит наблюдается по-прежнему? — Да, несомненно. И уже, может быть, не так резко идет снижение старшеклассников, как это было буквально еще два года назад. Но еще, значит, снижение такое есть, и, к сожалению, в области есть еще школы, где нет, допустим, 10 или 11 класса. Но, исходя из той положительной тенденции, которую мы видим ежегодно с первоклассниками, мы надеемся, что совсем скоро, лет через 5, эта проблема будет уже решена. — Но вот в части выпускников они уже должны были определиться с выбором ЕГЭ, да? — Да. До 1 марта все выпускники должны были определиться, какие экзамены в рамках государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ они будут задавать. И на сегодняшний день выбор этот предопределен вступительными экзаменами в высшее учебное заведение. То есть существует группа, значит, специальностей, и где четко определено, какие результаты ЕГЭ по каким предметам там учитывается. — Виктор Стефанович, вот школьники сдадут ЕГЭ, первоклассников зачислят, и начнется такой ответственный период для школ — это летний ремонт. Как у нас будут обстоять дела в этом году? Может быть, мы какие-то школы капитально отремонтируем, и вообще какой объем средств планируется выделить? — Вообще, очень сложно сказать сегодня сумму общую, которая пойдет на ремонт, потому что помимо тех средств, которые предусматриваются в областном бюджете, сегодня все муниципальные образования занимаются подготовкой образовательных учреждений. — В рамках вот той работы, которая проводится правительством Иркутской области, то мы планируем, что в этом году будут сдано 4 новых школы, и капитально отремонтированы еще 6 школ, которые тоже вступят в действие. Несомненно, я могу сказать, что примерно на 250 миллионов рублей увеличилась сумма средств, которая направлена на ремонт и на капитальный ремонт образовательных учреждений, для того, чтобы ребята пришли в обновленные классы и в более современные условия. — Спасибо вам большое, Виктор Стефанович, за то, что вы пришли к нам в студию. Знаете, если для других, наверное, подразделений, в том числе и администрации, вообще для организации, как бы год только начинается, да, то для вас он уже заканчивается, и сейчас такой важный ответственный период, когда нужно поставить яркую финальную точку. Именно этого мы вам и желаем. — Спасибо. — Смотрите далее. Днем и ночью, и не только по праздникам, мемориал «Вечный огонь» в Уссолье будет работать бесперебойно. — Люди активно к этому отнеслись, все поняли, что это действительно нужно, и не только к праздникам, что это должно быть постоянно. Яблоко здоровья. Ученые в Иркутске выводят сорт яблок, которые будут поднимать иммунитет. — В лабораторных условиях на фитотронах современных мы можем смоделировать любые условия, которые регулярно повторяются в нашем регионе. Собирают грузовиками главный символ вербного воскресенья на расхват, какие потери несет природа. Об этом сегодня в нашей программе. — Вы смотрите итоги недели. Мемориал «Вечный огонь» в Уссолье-Сибирском будет работать бесперебойно. По поручению губернатора области Дмитрия Мезенцева между администрацией города и Ангарской нефтехимической компанией достигнута договоренность о поставке 40 тонн топлива для обеспечения подачи газа к мемориальному комплексу. Кроме того, в ближайшее время будет приведена в порядок и благоустроенная территория вокруг памятника. Напомним, «Вечный огонь» в Уссолье-Сибирском в последние годы горел только по праздникам. Праздника нет, и мемориал наводит на мысли о том, что ничто не вечно, а мысли и чувства здесь должны возникать другие. Ничто не забыто, и никто не забыт, и вечная память героям. Мемориал, построенный к 30-летию победы в память о 1048 уссольчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной, с 2008 года был переведен к скруглосуточному режиму работы на дневной. На вечную память средств в городском бюджете уже не было. Потом газ к вечному огню стали подавать только по праздникам. Последний раз факел горел в феврале по случаю годовщины вывода войск из Афганистана. Общественность Уссолье обратилась за помощью губернатору. Дмитрий Мезенцев принял решение лично заняться ситуацией. После переговоров, которые глава региона провел с президентом Роснефти, вопрос был решен. Поступило указание от президента Роснефти обеспечить город Уссолье в количестве 40 тонн газом. Этого количества нам хватит на год для круглосуточного функционирования вечного огня. Жители Уссолье тоже не остались в стороне, организовав сбор средств. Специальные ящики стояли в магазинах и различных учреждениях города. Деньги, которые удалось собрать, будут направлены на приведение в порядок и благоустройство территорий мемориального комплекса. Предприниматели и более активные жители города организовали такой оргкомитет по сбору средств для поддержания вечного огня. Ну и в настоящее время мы собрали уже определенную сумму денег, перевели на счет в оргазе. И газ у нас, вечный огонь, будет гореть до конца сентября. Люди активно к этому отнеслись. Все поняли, что это действительно нужно, и не только к праздникам. Что это должно быть постоянно. Самое отрадное, что это дети, конечно, приняли в этом участие. Никто, по-моему, еще пока не отказывался. Как только поступят деньги в Уссолье, огонь вновь станет вечным. Здесь не будет так неприкаянно и пусто. Сюда снова будут приезжать молодые пары, только что вступившие в брак. Надеждена то, что их любовь тоже будет вечной. Яна Романова, новости сейчас, итоги недели. Приближается пасхальное воскресенье. Православные верующие отметят его 15 апреля. А пока воскресенье вербное. Символ этого дня – ветки вербы – активно продаются по всему городу. Специалисты из городского комитета по охране окружающей среды бьют тревогу. Деревьям наносится серьезный урон. Ива долго восстанавливается. С каждым годом в городе ее становится все меньше. Наказание для заготовителей, выявленных в ходе рейда – штраф. И если за пучок наказать сложно, то когда заготовка ивы идет в промышленных масштабах и на продажу, штраф может составить от 3 до 30 тысяч рублей. Житель Иркутска, который не захотел представиться, трепетно относится к традициям и семейным ценностям. В честь праздника решил подарить жене пучок вербы. Дерево выбрал ответственно – старое и сухое. Но несколько живых пушистых веточек там еще оставалось. Вот их-то он и обломал. С теми, кому ничего не жалко, пенсионерка Ольга Даниловна встречается часто. Она выгуливает здесь собаку и наблюдает, как меняется пейзаж. Несколько лет назад все было в зелени. Теперь роща представляет собой печальное зрелище. Ежегодно на Пасху сюда приходят и приезжают за вербой. Последнее время, заметила Ольга Даниловна, приезжать стали грузовиками. В основном здесь я считаю, что это ребятишки обрывают. Но вечером, может быть, и приходят и постаршие люди, которые на рынке торгуют большими пучками. А днем они боятся, что встретят людей и мало приходят. Но уже тут и обрывать нечего. Все уже обломано. Вон, такие страшные стоят кусты, что смотреть жалко. Вот один из случаев воровского срывания. Специалисты из городского отдела охраны окружающей среды идут по следам заготовителей. Всего в Иркутске в преддверии Пасхи уничтожаются около 10% всей городской вербы. К примеру, в прошлом году, накануне вербного воскресения, только на Ушаковке пострадало несколько десятков кустов. За пучок наказать сложно. А вот если заготовка и выйдет в промышленных масштабах на продажу, нарушителя могут оштрафовать. Правда, если поймают за руку. На таких людей у нас есть ответственность, административное наказание. То есть на физических лиц предусмотрены штрафы до полутора тысяч, на должностных лиц до трех тысяч. Также, если на юридических, до 30 тысяч. У Олега Дуева самый сезон. Для него приближается тот самый день, который год кормит. Восемь лет он живет вербой. Маленький пучок 30 рублей, побольше 50. И в корзинках от 100 до 200 рублей. Олег вздыхает. Угодья оскудели. Ива долго восстанавливается. С каждым годом ее становится все меньше и меньше. По мнению городских экологов, большинство торговцев вербой здесь нарушители. Потому что специальных питомников в Иркутске нет. Вербу на центральном рынке начали продавать еще в начале этой недели. Однако, к этим выходным здесь будет настоящий ажиотаж. Полсотни предприимчивых иркутян будут продавать ее не по одной-две веточки, а целыми коробками. Екатерина Бурвана, Александр Мокин. Новости сейчас. Итоги недели. Яблоко здоровья. Ученые Сибирского института физиологии, биохимии растений выводят сорт яблок, которые активно будут стимулировать защитные силы организма. Селекция займет примерно 5 лет. Возможно, именно это дерево станет прародителем молодильных яблок. Биолог Максим Радченко исследует садовые культуры более 10 лет. В его коллекции 200 сортов яблонь. От американских до сибирских. Сейчас ученый думает увенчать свою коллекцию плодом, который внешне не уступит мичуринским образцам и будет мощным иммуностимулятором. Очень перспективны на сегодняшний день сорта с высоким содержанием биологически активных веществ. Особенно аскорбиновой кислоты. Селекция на данном уровне несколько затормозила на создание высоковитаминных сортов. И было бы интересно создать крупноплодные с высокими вкусовыми качествами и содержащие высокое содержание биологически активных веществ. Добыть молодильное яблоко в сказке – дело непростое, так же и в науке. Для проведения эксперимента Максим Радченко собрал черенки 45 так называемых перспективных сортов. По законам генетики, только два из них смогут стать родительскими растениями, чтобы определить, какие именно опытные образцы испытывают холодом. Ведь гибрид будет расти под открытым небом. Черенки помещают в морозильную камеру. Температура внутри – минус 55 градусов. По словам Максима Радченко, для сотрудников Сифибра раньше такие опыты были невозможны. С появлением новой техники открылись широкие возможности. Полевые испытания, безусловно, надежные, перспективные, интересные, но обладают одним существенным недостатком – длительностью. А в лабораторных условиях, на фитотронах современных, мы можем смоделировать любые условия, которые регулярно повторяются в нашем регионе. После лютого мороза в теплые квартиры. В этой камере температура и влажность выдерживаются на комфортном для растений уровне – плюс 25 и 70%. Здесь у черенков должны появиться зеленые побеги. Те, что прорастут, будут участвовать в дальнейших экспериментах селекционеров. Каково же оно на вкус, это искомое яблоко? Ученые смогут узнать только через пять лет. Именно тогда будет получен первый урожай. А пока гибридные семена всходят в рассадных ящиках. Через несколько недель они будут высажены на опытных площадках. Анастасия Зверькова, Константин Синицын. Новости сейчас. Итоги недели. Такое увидели эту неделю корреспонденты нашей программы. Дали обзор событий из территории области. Его представит Яна Романова. Я же на этом прощаюсь. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова